Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. В Смоленской области полицейские пресекли деятельность наркопритона. Одни выпить, другие по-другому. Управление по делам ГУЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 648 сообщений. Праздничный концерт в детском саду «Ласточка». Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые родители. Мы очень рады вас приветствовать в нашей музыкальной гостиной. Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором чтении федеральный бюджет на ближайшие три года. В нём предусмотрели и средства для Смоленской области. В первую очередь будет продолжено финансирование обновления инфраструктурных проектов, среди которых очистные сооружения в Сычевке, реконструкция водоводов Базнянского водозабора в Вязьме. Отдельной строкой значатся расходы на здравоохранение. На ближайшие три года субсидии на эти цели составят более полутора миллиардов рублей. Также продолжат реализовывать партийные проекты «Единой России», например, программа «Городская среда». Всего же Смоленщина с 2020 по 2022 годы получит из федерального бюджета более 6 миллиардов рублей. Житель Десногорска предоставлял своё жилище для изготовления наркотических средств. И делал это не безвозмездно. Подробности далее. Несколько бутылок горячительного цена за аренду этого помещения, установленное его хозяином. Житель Десногорска 1970 года рождения предоставлял своё место жительства наркозависимым для изготовления и потребления наркотических средств. Притон, который находился в одном из общежитий Десногорска, был выявлен полицией в ходе оперативных мероприятий. Вы понимали, что ваши действия противозаконны? Пускай этих людей к себе. Да, я понимал, но я не соображал в этом деле. Как бы, ну, не досмысливал. Помимо подозреваемого, в квартире находились и двое граждан в неадекватном состоянии. На месте событий также были обнаружены шприцы и компоненты для изготовления наркотиков. Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило, задержанные находятся в состоянии наркотического опьянения. В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по городу Десногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи Уголовного кодекса, организации либо содержания притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Десна ТВ Не так давно организации нанимали трудовых мигрантов ради дешёвой рабочей силы. А сегодня гости из ближнего зарубежья становятся ценными сотрудниками с зарплатой выше, чем у россиян. Речь идёт о неквалифицированном труде. Многие организации, при найме некоторых сотрудников, уже сейчас отдают предпочтение гостям из СНГ, а не своим соотечественникам. Всё потому, что приезжие обладают часто исключительной работоспособностью и исполнительностью. Стоят такие качества в среднем от 2 до 14% дороже, чем работа российских граждан. И работодатель готов платить. Подавляющее число приезжих – жители стран СНГ, Узбекистана, Таджикистана, Армении. Также немалый поток людей из Украины. Среди стран дальнего зарубежья в Россию охотнее всего едут из Китая, Сербии и Сирии. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 6 раз, по вскрытию дверей 2 раза, по спилению деревьев 1 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 648 сообщений, из них 242 ложных. Поступило и отработано 14 просьб от населения. Федеральные и региональные ведомства перестанут принимать граждан. Все услуги будут оказывать многофункциональные центры. Исключением являются неустранимые случаи, перечень которых определит правительство. Уточняется, что впредь МФЦ будут оказывать услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места прописки и пребывания. К работе будут привлекать негосударственные организации, в том числе банки, а все процессы по работе с обращениями граждан переведут в электронный вид. Даже документы нужно будет предъявлять всего лишь раз. Их оцифруют и в будущем будут обращаться сразу к онлайн-профилю с электронной подписью. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Совсем скоро вся Россия будет отмечать самый трогательный международный праздник. День матери. Во многих общеобразовательных и дошкольных учреждениях уже проходят праздничные мероприятия. Как поздравили воспитанники детского сада «Ласточка» своих любимых мам, узнаем далее. 19 ноября в детском саду «Ласточка» прошел концерт под названием «Женские образы войны». В одном мероприятии совместили сразу два события – День матери и 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В праздничном концерте приняли участие воспитанники старших групп. В начале мероприятия дети поздравили своих мам с наступающим международным праздником. Такие трогательные поздравления прозвучали из уст каждого ребенка. Для всех детей без исключения мама – это самый любимый, самый близкий и родной человек. После такого торжественного и чувственного выступления зрители концерта перенеслись назад, в прошлое. На сегодняшний день военной тематике уделяется большое внимание. Привить и воспитать с юных лет любовь к родине, уважение к предкам и заложить основы правильного духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания – главная задача педагогов. Они еще маленькие ребятки, они по-детски все воспринимаем, но мы считаем, что это очень важно донести сейчас до наших ребят то значение и важность, и ту тяжелую судьбу, которую несла женщина во время войны. Во время подготовки к концерту дети знакомились не только с историей тех страшных лет, но и с судьбой женщин – матерей, на чьи крупкие плечи легла тяжелая неженская беда. Алло, любите? Я у вас. Почти совсем не слышно вас. Мы с боем гадили с село. А как у вас его? Алло, алло. На фронте в разные периоды сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них были советскими офицерами. Они защищали родину, шли в бой с оружием, рыли окопы, лечили раненых и брали на себя множество мужских специальностей. Ксения Вишкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Все исследования будут несколько тысяч рублей. Сейчас же справка обходится в несколько сотен. По этой причине уже несколько дней по всей России автомобилисты выстраиваются в очереди за получением справки на старых условиях. В конце выпуска о погоде. 22 ноября в Десногорске солнечно. Температура днем минус 2, ночью минус 7. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»